Сегодня будет шестнадцатый бой, последний в первом круге. Встречаются бронекрыл и тенекрыл. Первый круг заканчивается, драконы немного отдохнут. А в перерыве нас ждет показательный поединок между двумя фаворитами турнира. Красная смерть и Смутьян уже скоро. Ну а сейчас посмотрим результаты голосования предыдущего поединка. Тройной удар и душители. Дымовая завеса дымовичкам не помогла. Тройной удар одерживает уверенную легкую победу и зарабатывает три очка. Теперь начинаем шестнадцатый бой. Сегодня вступают в бой два крыла. Первый участник боя это тенекрыл. Его крылья такие большие, что оставляют тень на земле. Второй участник боя это бронекрыл. Его броня это металл. Кто окажется сильнее? Мы вместе это определим. Голосуй в конце видео. Тенекрыл очень грозный соперник. Во-первых, он не один. У него есть помощники, маленькие тени. Хотя маленькими их сложно назвать. Длина дракона четыре метра. Тенекрыл пятнадцать метров. Один тенекрыл не очень опасен. Из оружия у него только звуковая волна, которая по мощности уступает залпу громобоя. Икинг ее спокойно выдерживает, только уши закрывает. К тому же он большой и неперворотливый дракон. Кстати, именно из-за этого он и погиб. Не смог выйти из виража, как ночная фурия. Но вместе с маленькими тенями, которые стреляют лавовыми шарами, тенекрыл опасен. Он как военный самолет-бомбардировщик. Каждая маленькая тень имеет по восемь залпов. Если на каждом крыле умещается по пять драконов, то у тенекрыла просто суперогневая мощь. 40 залпов с большой частотой. Не всякий дракон сможет увернуться от такой залповой очереди. Бронекрыл не имеет собственной брони. Его броня – это металл. Сможет ли его броня выдержать лавовые шары? Залп теней поджигает дерево. Не просто поджигает, а моментально уничтожает. Это какая должна быть температура, чтобы ствол дерева полностью прогорел за одну секунду? Еще один недостаток бронекрыла – его маленькая скорость и неповоротливость. Это все из-за килограммов железа на его теле. Из плюсов дракона – это его пламя. Оно ослепляет соперника и к тому же оно очень горячее. Как же может проходить бой между этими двумя драконами? Тенекрыл с маленькими темнями и бронекрыл летят друг на друга. Каждый хочет воспользоваться своим оружием. Тенекрылу надо закидать противника лавой, а бронекрылу надо ослепить тенекрыла. Расстояние между ними все уменьшается. Маленькие тени уже начинают стрелять лавовыми шарами, а бронекрыл еще ждет. Чтобы ослепить соперника, надо стрелять с близкого расстояния и точно в глаза. И при этом бронекрылу надо уворачиваться от залпов противника. Нелегкая задача. Даже ночная фурия не смогла увернуться, а ведь она гораздо маневреннее бронекрыла. Сможет ли бронекрыл ослепить тенекрыла? Или он падет вниз от ударов лавовых шаров? Кстати, хоть залпы маленьких теней и прожигают дерево, но ночную фурию вообще никак не поранили. Поэтому неизвестно, как справиться с атакой броня, бронекрыла, металл. Но есть еще один момент. Лава может легко просочиться между листами железа, так как они приварены неплотно, и прожечь очень тонкую и незащищенную кожу бронекрыла. Хотя своими крыльями он очень успешно защищается от огня других драконов. Даже если бронекрыл сможет ослепить тенекрыла, это еще не победа. Надо успеть добить соперника, пока эффект ослепления не прошел. А этому могут помешать маленькие тени. Есть еще один вариант боя, который бронекрыл может подсмотреть у ночной фурии. Надо улетать от тенекрыла и лететь прямо на скалу. И в самый последний момент резко повернуться, ослепить тенекрыла и уйти с дороги. А слепший тенекрыл просто врежется в скалу. Но это тоже непросто сделать. Надо, во-первых, все время уворачиваться от залпов. А во-вторых, маленькие тени смогут сесть на крылья бронекрыла и замедлить его. Тенекрыл догоняет противника и просто съедает его. Очень много вариантов развития боя. Очень много всяких «но» в этом бою. Соперникам надо надеяться не только на свое оружие, но и на удачу. А на чьей стороне сегодня будет сила и удача решать тебе. От твоего голоса зависит, какой дракон сегодня заработает очки. Нажми вот на такой значок в правом верхнем углу, куда указывает красная стрелка и укажи победителя сегодняшнего боя. Этим боем мы заканчиваем первый тур турнира. Вся информация по турниру, правила турнирной таблицы и список ваших пророчеств под видео. Весь турнир по порядку в этом плейлисте. Ну а следующий бой будет не в турнире. Красная смерть встретится с Великим Смутьяном. Уже в ближайшую пятницу. На этом все. Спасибо, что смотрели и голосовали. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok